Конечно, мы не рассчитывали на такой результат, безусловно. И первый тайм вышел опять неудачный, даже сказать, близко к провальному. Но второй тайм, я считаю, что вся вина лежит на сборной Польши. Потому что они дали слабинку, а аппетит, как говорится, приходит во время еды. Мы забили один гол, забили второй, и уже почувствовали, что можем как минимум не упустить ничью. В итоге добились еще и победы. Что вы сказали своим футболистам в перерыве матча в раздевалке? Что вы сделали, что вы сказали, команда начала совсем по-другому играть, желание. Просто хотели разорвать соперника. Сразу забили, потом пошли вперед. Как вы это сделали? Честно сказать, в перерыве короткий разговор был. И сказал, ребята, а что нам еще есть терять, кроме чести? Кроме чести терять больше нечего. И сказал, давайте встречать чуть выше, давайте прессинговать чуть больше на чужой половине поля. Показали кое-какие взаимодействия в этом аспекте игры. Ребята поверили в себя, и хорошо, что получилось. Спасибо. Скажите, пожалуйста, как отреагировал Николаевску на его замену? Было такое ощущение, что он не очень хотел уходить из поля и, может быть, даже мечтал о хит-треке. Спасибо. Ну, во-первых, не только Николаевску был заменен. И в здоровом коллективе, я считаю, что все нормально реагируют на замены. Потому что мы делаем общее дело. Тем более, все мы видели, что он уже сильно подустал. Мавр сделал свое дело, Мавр может отдыхать. Поэтому очень хорошо отреагировал на замену. И сразу, как только он вышел из поля, конечно же, первое, что я сделал, поздравил его с тем, что он стал уже новым бомбардиром сборной Молдовы. Что случилось с Вадимом Раце? Его не было даже в заявке. Он был под медицинским контролем. И после обследования тщательного, которое было сделано после его выезда с Албании, по рекомендации врачей, он не принимал участия в игре. Наверное, первый матч для меня, как зрителя, такого не было на стадионе. Вот мне тяжело объяснить, что случилось. Может, вы объясните, что именно случилось сегодня? Ну, я думаю, что за это мы и любим футбол, что он непредсказуем. И я уверен, что ни один человек, который был на стадионе, и который смотрел игру по телевизору, не верил в то, что что-то может измениться на футбольном поле. И, честно говоря, где-то сомнения закрались у меня, но я понимал, что есть работа, которую надо продолжать. Надо говорить ребятам, что делать во втором тайме. И, как я сказал, что кроме чести терять нечего. Я считаю, что мы заслужили это тем, что мы были намного смелее во втором тайме. На вашем месте было очень много тренеров. Многие хотели играть во вкусный футбол. Многие хотели выигрывать. А у вас была такая идея, чтобы играть такой футбол, чтобы были мурашки по коже. Приближайтесь. Ну, разные матчи есть. Есть такие матчи, которым и гордиться нечем. Но с первой игры я как бы дал импульс в то, чтобы мы играли в яркий футбол. Насколько он атакующий, зависит, конечно, от соперника. Мы не можем играть в открытый атакующий футбол с сильными соперниками, как сборная Польши или со сборной Чехии. Но бывают провалы в таких играх, как со сборной Албании было. Но, опять же, это говорит только о внутреннем состоянии футболистов сегодня. Но было, особенно во втором тайме, я имею в виду, зашкаливала мотивация. И это принесло нам успех. Субтитры создавал DimaTorzok Когда звучит музыка. Да, если вспомнился, то нет проблем. Это уже был на Мечке в Чехии. Я думаю, что это достаточно. Но, опять же, я хочу сказать большое спасибо за все соперники, которые были сегодня на Мечке, которые были на Мечке, которые были на телевизор. Я вам скажу, что, прежде чем Мечке, я вам сказал, что мы с имцем, когда суппортеры, это имя, что суфли толкуной. Что остается, что я живу на новом. Спасибо большое, что не только суппортеры, что журналисты, делаем масс-медиа, которые я вам спускаю, что ду по Мечке, а с сорбутримым приемом. Спасибо большое. Радоваться будем после игры. Еще раз спасибо большое.